Так, ну что, всем привет! У меня многие спрашивали, что такое же медвежий рынок, настал ли он сейчас и почему сейчас не медвежий рынок, почему сейчас не 17-й год и покажу вам график глобально нисходящего тренда и что такое на самом деле медвежий рынок. Сайт, на котором можно быстро и надежно заработать очень хорошую прибыль, это bull.eth.io. В данном проекте работают одни из лучших криптотрейдеров со всего мира, что делают очень выгодные сделки и часть от этой прибыли отдают клиентам данного проекта. Команда проекта упростили весь процесс и теперь для получения прибыли можно вложить любую сумму в эфире на любой срок и в любой момент вывести ее без обязательств и условий. Разберется даже ребенок. Я вложил в проект Тайфера, так как уверен в данном проекте. Это один из лучших проектов на рынке, где можно делать реальные деньги на честной и прозрачной бизнес-системе. Ссылка на проект в описании под роликом. Вот, ребят, показываю, что такое медвежий рынок. Если кто у меня спрашивал, ну можете даже любой там учебник, любую книжку по теханализу открыть, это все будет указано. То есть, видите, у нас каждый новый хай и каждый новый лоу у нас понижается. Видите, у нас хайи, лои постоянно понижаются и вот это есть медвежий рынок. Вот это был медвежий рынок. Видите, мы падаем, у нас такой нисходящий канал еще образовался, то есть вот это медвежий рынок. А если кто-то говорит, что сейчас это медвежий рынок, мы глобально, напоминаю, если кто вдруг забыл, мы глобально находимся в восходящем тренде еще. Пока мы не упали как минимум на 20 тысяч долларов и ниже 30 тысяч долларов, то есть даже когда мы упадем на 30 или на 20, мы все равно, мы, получается, будем в глубокой коррекции. Но это будет глобально восходящий тренд, потому что, чтобы мы пришли, соответственно, в медвежий рынок и уже поломали тренд, да, мы должны упасть как минимум за 20 тысяч долларов. А то и в идеале там за 10, ну то есть, ну не за 10, а вернее к 10 тысяч долларам и так далее. Вот, но для начала надо переломить 30 тысяч долларов, 25, 20 и тогда уже это можно считать глубокой коррекцией, а если мы спустимся там на 15, 10 тысяч долларов, тогда это уже все перелом тренда и мы, получается, в ноль пойдем по большому счету. Вот, поэтому на данном этапе это еще нифига не медвежий тренд, как многие могли подумать. Ну да, мы откатились, да, произошла коррекция там на 50%, ну а вы что думали, то есть, там на 50, на 40%. Многие почему-то ожидали, что коррекция будет как здесь, там, я не знаю, на 20-30%, но крупный капитал не повторяется, понимаете. Когда он уже показал людям, что да, здесь была коррекция 20-30%, он не будет повторяться, он наоборот сделает еще больше коррекцию для того, что вот здесь, допустим, на 10% вообще была, там, ну, грубо говоря, там 10, да. Вот, и то это не коррекция, а такой откат небольшой. Вот, тоже нас здесь скорректировали немного, тоже там на 15-20%, здесь, допустим, давайте глянем, здесь нас скорректировали на 25%, здесь скорректировали, там, насколько на 15-20%. Вот здесь, давайте глянем, здесь скорректировали тоже на 15, здесь посмотрим, здесь на 20, вот, понимаете, и сейчас, когда пролили более сильно, в два раза больше у всех, сразу паника, все-таки, все, надо продавать, медвежий рынок и так далее, вот, я вам, я просто не хочу затягивать видос, вот медвежий рынок, вот у нас был бычий рынок, видите, у нас каждый новый хай повышается, у нас восходящий тренд и так далее, потом, естественно, пошла коррекция и наступил медвежий рынок. Если бы, допустим, мы здесь отконсолидировались, да, допустим, вот этой вершиной мы, допустим, сделали перехай, вот здесь вот, да, мы пошли сюда, то все, и перебили в идеале вот эти две вершины, то тогда это у нас уже все образовался опять локально, ну, вернее, даже глобально у нас остается медвежий тренд, то есть, напоминаю, что вот здесь у нас еще был глобально восходящий тренд, то есть, у нас пошла коррекция, но окончательно мы уже сломали тренд, как только мы ушли там к 5000 долларов, ну, то есть, когда мы, грубо говоря, вот здесь лоу перебили, там, сколько здесь, 6000 долларов было, 6000-5000 долларов, все, у нас тренд сломался и окончательно мы ушли в глубокую коррекцию, и здесь уже все, тренд у нас переломлен, мы погнали вниз, вот. И, соответственно, естественно, у нас сделали новые минимумы, можно сказать, что да, мы все еще находимся, если вообще прямо в глобальном плане, в плане всего битка, мы находимся, ну, скажем так, в глобально восходящем тренде, потому что здесь у нас было и по 200 долларов и так далее, чтобы якобы его сломать, там, надо на те отметки, но прикол-то в том, что у нас новые лои, то есть, новые минимумы образовались, то есть, по 4000 долларов, по 2000 долларов, там, по 5000 долларов, потом это у нас вообще лоу стали, ну, 6000 долларов, 7000 долларов, а то и 10, вот. Поэтому я, о чем и говорил в предыдущих видосах, что действительно у нас лои будут обновляться, многие этого не понимают, что битокс с каждым разом все выше и выше подымает, то есть, сначала у нас лои здесь были, смотрите, по 200 долларов, здесь были по 100 долларов, здесь, кстати, ситуация, смотрите, как в 17-м году аналогичная практически была, и потом, что мы простояли, давайте глянем, сколько мы, 3 года простояли тоже в накоплении, потом выстрелили и погнали, ну, то есть, опять в коррекцию. После того, как мы в коррекции 3 года постояли, опять у нас пошел восходящий тренд, я не думаю, что мы опять пойдем в 3 года накопления, все может быть, я этого не исключаю, такого варианта, но я думаю, что это будет чуть попозже, это, то есть, у нас пошел сейчас восходящий цикл, мы только вышли из него, вот. Поэтому, смотрите, здесь у нас восходящий тренд пошел когда, то есть, мы скорректировались, грубо говоря, это у нас 17-й год, да, потом у нас идет 18-й, 19-й, 20-й год реализация, да, 20-й, 21-й, давайте, вот у нас идет, сейчас, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, получается, потом идет 21-й, 22-й, 23-й и 24-й, вот, как раз у нас идет халвинг, и после этого, соответственно, халвинг у нас, напоминаю, был 12-го мая, вот, это у нас было вот здесь вот где-то, вот, и, соответственно, цена немного подскочила, но я думаю, она там так и так подскочила, вне зависимости от халвинга, вот, поэтому я не думаю, что у нас прям пойдет такая ситуация, что мы прям на 3 года уйдем в минуса и будем в накоплении опять стоять, все может быть, опять же таки, я не исключаю этого варианта, но окей, тогда, ну что, придется забить на рынок крипты и заниматься чем-то другим, вот, поэтому, но я все-таки уверен, что мы настроены еще по бычьи, то есть у нас глобальный тренд не сломлен, пока мы не ушли там за 30 тысяч долларов для начала, потом не ушли там на 20 и так далее, то, в принципе, мы в глобальном восходящем тренде и париться тут не о чем, поэтому медвежий рынок, вот он у нас был, видите, мы постоянно падали без остановки, если, допустим, даже вот эти 3 лоу у нас сохранялись бы, и мы, допустим, сделали перехай вот здесь, но перебили вот эти все-таки вершины, да, вот эти 3 штуки, то все, у нас тренд бы восстановился, и мы пошли дальше, тут какая-то консолидация, как сейчас у нас, и потом перебили хай и так далее, и продолжили восходящий тренд, тогда да, но в целом, ну тогда это просто был бы, скажем так, локально медвежий рынок временный, да, там у нас он шел сколько получается, ну полгода, грубо говоря, вот, и после этого, соответственно, мы поперли бы дальше наверх, вот, но так как этого не произошло, в целом, сейчас на данном этапе, ну да, произошла коррекция в 2 раза больше обычного, ну и что теперь, паниковать что ли, вот, поэтому, даже если мы сейчас в моменте валимся, окей, это там завтра, послезавтра, либо через неделю могут там свозить куда-то сюда вниз, запугать людей, выкупить это все и попереть все наверх, вот, поэтому посмотрим, опять же таки, я говорю, восстановление рынка, это 2 недели как минимум надо будет, то есть прошла всего лишь неделя, и то, как бы, это с того момента, как я говорил, там пару дней буквально прошло, и в идеале это еще, скорее всего, месяц-два, это все будет канитель, поэтому, ну, придется поднабраться терпения, переждать, но если не хотите ждать, закрывайте сейчас минуса и уходите с рынка, да и все, то есть принцип 1, либо вы, ну, вернее, 2 пути решения, либо вы сидите ждете и докупаетесь постепенно, частично в долгосрок, либо, соответственно, ну, как бы, можете разныться, признаться, что вы слабые, скинуть все в минуса, там, либо в какой-то плюс и, соответственно, уходить с рынка крипты, если вы не хотите ждать, если вы не хотите переждать, там, 2 недели, месяц, 2 месяца и после этого получить сверхприбыль, ну, окей, как бы, вот, если считаете, что будет медвежий рынок и будете сидеть ждать, ну, окей, тоже ваше право, то есть я никого переубеждать не собираюсь, как хотите, так и поступайте, то есть я считаю, продолжение тренда еще будет, и пока мы не упали, там, до 30 тысяч долларов, ну, вернее, ниже 30 тысяч долларов, там, на 25 и 20 тысяч долларов переживать, то есть не о чем, а даже если упадем, ну, окей, хорошо, может быть ложный выход на 20, потом здесь выкупают и после этого поперли наверх, могут и так сделать, поэтому надо просто переждать и посмотреть, как будет на самом деле, а сидеть, гадать, ну, я не вижу никакого смысла, вот, поэтому такие дела, глобальный тренд восходящий, напоминаю, да, локально скорректировались в два раза больше обычного, но ничего, переждем, вот, поэтому такие дела, всем удачи, всем терпения, ну, и ждем восстановления рынка. Честный и прозрачный проект, где можно делать до 9% прибыли в день на стабильной основе, это был eth.io, ссылка на проект в описании под роликом.